В Североказахстанской области разразился скандал, связанный с программой занятость 2020. Правда, факты мошенничества при получении бюджетных средств были выявлены лишь спустя 6 лет. Как следует из материалов уголовного дела, сразу 15 жителей из сельского района оформили льготные кредиты на выращивание картофеля. Но деньги вместо них получил один из сельских бизнесменов. Это в общей сложности 45 миллионов тенге. Часть он уже вернул в бюджет, остальное взыскивают через суд. Разбиралась Нургуль Ахметова. Работы нет в деревне. За любое предложение хватается. 6 лет назад Канаджай Дагулов заключил сделку с одним из крупных картофелеводов из сельского района. По словам мужчины, он взял кредит по госпрограмме для земляка-бизнесмена. Точнее, дал свое согласие на этот шаг. Мы доверенность написали в нотариуса, что доверяем в банке, чтобы он взял 3 миллиона кредит на расширение бизнеса. И что от этих денег он будет платить нам дивиденды и работа предоставится деревне. И эта сделка имела бы частный характер, если бы речь шла не о государственных деньгах. Но, как выяснилось, еще 14 жителей сельского района в 2012 и в 2013 годах стали участниками программы «Занятость-2020». Получили льготные кредиты, но денег даже и не видели. Я работала у него поваром. Он попросил взять ему кредит на развитие его бизнеса, что он будет сам выплачивать этот кредит. Я ему поверила, я ему выдала этот кредит, дала доверенность на кредит. Исход сделки оказался вполне предсказуем. Картофелевод через несколько лет разорился, а его партнеры в лице односельчан остались у разбитого корыта и с миллионными долгами по кредитам. И когда дело дошло до суда, участники госпрограммы узнали, что, оказывается, они еще познавали азы предпринимательства в одном из лицеев. Мы на суде узнали, что мы получали серфитикаты с этого колледжа, что мы получали стипендии, что было обучение две недели. Но этого ничего не было, никаких карточек мы ничего не получали. Я не знала, что я предприниматель. Я потом, когда газету взяла, у меня написано было, прочитала, и П. Бедловская закрыта. Я не поняла, какой из меня предприниматель, когда я никуда не ездила, ничего не делала. То, что сельчане по документам якобы прошли курсы основ предпринимательства, подтвердили в колледже, в районном центре занятости и в фонде поддержки сельского хозяйства. По словам специалистов, одно из условий для получения кредита от государства как раз-таки наличие сертификата. Данные документы были предоставлены в фонд, полный пакет документов, без данного перечня они бы не были профинансированы. Все прошли обучение, были предоставлены сертификаты и подали заявку, непосредственно договора были собственноручные, и сами подписаны. Суд первой инстанции признал виновным предпринимателя Николая Иванова в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил к пяти годам условного срока. Бизнесмен подал на апелляцию, встретиться с ним не удалось, а комментировать ситуацию по телефону он отказался. В этой истории непонятным остается один вопрос, действительно ли все эти 15 участников программы «Занятость-2020» из Есильского района в то время прошли курсы основ предпринимательства, или же сертификаты на их имена были выданы незаконно. Теперь в этом предстоит разобраться в прокуратуре, сельчане уже обратились с жалобой в надзорный орган. Нургуль Ахметова, Толиген, Иманов, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар-24.